Получается, на сегодняшний день нет никаких новых известий у ребят. И когда я с вами была 6-го числа в КПЗ, действительно это показалось очень странным. И хотелось бы это проверить как можно скорее, потому что полиция тоже молчит. И никаких даже предположений она не может дать. И получается, показали в интернете и по телевизору, они сказали, что есть какие-то зацепки, но надо ждать еще дней 10. Зацепки о чем? О чем? Где находятся мои дети? И сказали, дней 10 надо ждать. А получается, по слухам опять же, да, людей, что могут так вот удерживать, никому не сообщать. И не давать даже позвонить родственникам, сообщить, да, поставить в известность. Вы все-таки думаете, что дети арестованы, да? Те трое ребят? Ваши двое? Без сомнений, но теперь, я вчера разговаривала со своими друзьями, с одноклассниками, со всеми. Есть очень много предположений, что их где-то готовят на войну в Донбассе. Но мы почему-то склонны больше к мерсии той, что их удерживает полиция. Конечно, мы бы рады были бы ошибаться и зря, как бы, не договаривать на полицию. Но, понимаете, это очень и очень подозрительно. Когда я была с вами в тот день, это показалось не очень подозрительно. Поэтому эта версия сейчас, она больше имеет место быть. И что вы намерены сейчас делать? Мы бы хотели с вами встретиться завтра и поднимать, получается, делать протест. И чтобы как можно больше людей узнало об этом и как можно больше откликнулось. И уже, чтобы поднялся некий шум. Хорошо, завтра? Завтра 9 января, кажется, пятница. Да, да, да. В котором часу и куда выходим? Министерство внутренних дел или ТГИНА-6, там, где СИЗО? Да, начнем с ТГИНА-6. Да, начнем с ТГИНА-6, а дальше уже будет видно, как лучше. Как они будут себя вести, как они отреагируют на все это. Потому что все-таки вот придет и мама, и... Хорошо. Тогда встречаемся на улице Бернардации, угол ТГИНА, ниже центральной тюрьмы. В котором часу? В котором? Не знаю. Где, где, по сколько? В 11. Ну давайте в 11. Хорошо. Тогда в пятницу, 9 января, в 11 часов, выходят все туда. Да, с кастрюлями, со свистками, с... Что угодно делаем протест, цивилизованный и мирный. А без кастрюль нельзя? Ну, свисток хотя бы, чтобы... Что? Ну да. Можно без ничего плакат пиш... Хотелось бы у вас узнать. Пишите плакат. Вы говорили, что возможно собрать всю прессу, да? Мы можем звать всю прессу, но может прийти вся, могут прийти только одна-два телевидения, может никто не прийти. Это зависит от политического интереса, наверное. Кто это придется, да? Да. Но это публикуем, этот ваш призыв. И мы публикуем сейчас на Кураж ТВ, и до утра, надеюсь, пресса узнает и придет в 11 на ТГИНА 6. Так что приготовьте плакаты. Или спичи перед камерами. Ну, завтра мы в любом случае предварительно с вами созвонимся, да? Вы можете меня же набрать. Хорошо. Хорошо. Спасибо за доверие, встречаемся на протесте завтра. Да, да. Все, до свидания.